так начинаем привет я пока сейчас на компьютере тут настрою себя все дело это доброе утро добрый день всем привет разворачиваю и все вижу так привет привет давайте пока подходите я тут немножко себя еще разберусь на столе я сегодня проспала самым ужасным образом встала в 5 а потом решила поспать еще полчасика и конечно же поспала гораздо больше чем полчасика привет привет сейчас пистолет клеевой положу да птички чирика тут иногда может проезжать крупная техника и будет немножко слышно но под окном хорошо так все привет привет давайте будем начинать значит сегодня у меня будет вот такое пану в рамочке рамочка это деревянная и окрашивала она была такая просто деревянная покрытая несколькими слоями лака я немножко начала как бы делать такой фактуры цвета как мне нужно вот такую немножко состарена и пройдусь еще потом воском чтобы уже довести уже когда вот композиция готова чтобы уже довести до нужной мне кондиции так у нас будет сегодня вот такая главная героиня девочка такая маленькая мне ее мама попросила сделать какую-нибудь работу неважно какую ей нравятся мои работы и она попросила сделай мне пожалуйста значит так и решила я делать и когда увидела вообще эту фотографию сразу решила что это будет коллекция варенья из одуванчиков вот оксана с дочей на автобус проспались день какой-то да значит решила я сразу что это будет коллекция варенья из одуванчиков потому что вот сами знаете она прям мне кажется идеально сюда подойдет какие-то клеевые ошметки так и значит что я буду непосредственно коллекцию кстати фоновый листик у меня вот этот мне не осталось уже больших листов потому что аминик делала и я взяла вот такой из девичьей тайны вот такой листочек он с обратной стороны как видите такой подходящий под цветовую гамму да да это точно идеально подойдет ну с обратной стороны такие красивые цветы ну что ж пришлось ними пожертвовать потому что мне нужен был фоновый листик ну и как видите опять таки коллекции скрапмани подходят настолько друг другу что даже такие кардинально противоположные коллекции да как в творении задуванчиков и девичья тайна даже в них можно найти какие-то фоны там принты ну в основном конечно фоны чтобы они подходили друг другу значит так всякие у меня тут разные вырезалки из этой коллекции очень много осталось вырезалок потом может быть фишечки мне будут использованы и где и вот мне кажется вот это вот чебордик этот мне кажется он прям идеально подойдет нам качестве заголовка значит тут тоже всякие разные еще есть чеборд в общем посмотрим и может что-то из каких-то таких цветочков из какой-то вырубки что-нибудь буду обязательно использовать так привет привет всем привет ну давайте начинать конечно же я буду много чего приподнимать на слои так сейчас я возьму еще парочку листиков картона потому что это такая работа в которой можно совсем не стесняться объема люблю очень такие работы и давайте наверное сразу буду начинать набирать композицию спасибо большое это даже себе водички не успела поэтому вот мне принесли водички так всем привет с кем еще не здоровалась хорошего начала недели нам всем и творческой и просто недели наши жизненные так значит у меня тут в основе рамочка у меня была без ничего ну то есть не было там никакой ни вкладки ничего я взяла за основу такой переплетный картон наверное там где-то миллиметра три или два с половиной и наклеила бумажкой и просто приклеила вот к спинке вот этой вот выемки которая там самой рамки есть и кстати сразу прикрутила петелечку петельки такие на алиэкспресс наверно года два назад взяла большую упаковку теперь прямо не меня выручают использую их везде так и давайте будем клеить смотрю вот здесь все будем начинать начинать буду самого крупного элемента на которую же то есть у меня где-то примерно вот так будет располагаться композиция и сейчас вот это все буду как бы до обыгрывать и клею на горячий клей эти картоночка немножко меньше чтобы я могла там чего-нибудь подложить когда мне захочется так пасмурный день у катя сегодня тоже долго проспали да вроде бы понедельник начало недели должны как бы все так вот включиться в этот процесс рабочий но нет но нет так всем привет так значит хочу я чтобы моя девочка была вот здесь я ее почему-то хочу все время солнечной кошечкой назвать не знаю так и чередовать буду здесь как видите да основные цвета будут зеленый и желтенький такой бледный спокойный и конечно уже все вырезалки они уже будут более такие яркие так значит мне нужно теперь следующий слой тоже поднять на картончик я так подозреваю картона мне нужно будет очень много поэтому давайте-ка сразу его и нарежу всем привет привет и здрасте обожаю конечно такие работы где я могу не стесняться со слоями это прям вообще прекрасно работы в которых можно выходить за рамки во всех смыслах так и тоже подклеиваем специально какие-то картон очки чуть меньшего размера чтобы потом нужно было вырубку добавить вырезалки может даже какие-нибудь цветочки сегодня используем я какие-то вот у меня были покупные что-нибудь такое может какие-то мелкие приморские какие-то тайские может мелкие но сейчас посмотрим куда заведет меня работа так как нибудь хочется вот так это сделать вот наверное да так будет наверное идеально так тут уже картона нам надо будет три слоя может быть даже и больше привет привет у нас сегодня солнышко прям такой прекрасный день начался и правда ветер но ветер это у нас вообще тут какая-то обычное какое-то явление говорю вот бы нам всем здесь поставить ветрогенератора электричество у нас бесплатного было бы очень много так вот так я хочу сделать вот видите такую небольшую пирожочек такой из картонок и на него уже сейчас вот посмотрю насколько хорошо все это будет выглядеть наверное да вот так из только за эту часть я и приклеил так между картонками кого-нибудь чтобы скрыть количество картонок а их не во первых не будет видно я же сейчас еще буду добавлять всякие разные вырубные вырезанные элементы их будет не видно конечно если бы это была открытка да и тем более здесь никак не подсмотришь сверху снизу ну сейчас я думаю при желании можно там давайте посмотрим при очень большом желании можно заглянуть и что-нибудь увидеть с добавлением всякой разной мелочи этого уже видно не будет я вот как маша я не делаю мне нету такого кружева не знаю что маша хари на делает очень много добавляет но не очень много добавляют чтобы скрывать допустим если это открытка где будет видно картон я стараюсь и как-то так его приклеить чтобы его просто не было видно или закрыть вырезалками хорошо привет привет хоть краешком глаза хоть краешком ухода но хочется посмотреть понимаю так и значит приклеила картончик сюда и вот так нашу девочку она тоже видите не прямо в центре композиции наши получается а слегка смещена вот сторону композиции и теперь все можно работать девочка она подарила вырубку такие вот я даже не знаю чья это такие вот прекрасные воздушные салфеточки мне как-то хочется куда-то их здесь использовать они прям такие не знаю может вы знаете чей это нож я буду честно говоря такой нож хотела себе теперь куда-нибудь видите за счет того что за счет того что со всех сторон у меня есть место куда подлезть я теперь могу насыщать каким угодно количеством деталей элементов и как раз прикрывать тут так нитки клеевые как раз прикрывать тот картон который слои из которого здесь вот по всей работе есть так пока возьму кусочек только этой салфеточки ну катя хорошо спрашивайте девочки задавайте вопросы вот эту вырубку я хочу разделить пополам только думаю как лучше какую из них лучше наверх наверное вот тогда здесь как бы полегче а здесь вниз завиточек такой у нас потяжелее и как-нибудь вот так и и так сейчас примерю посмотрю где лучше композицию хочу такой сделать вытянутой и он чтобы ее немножко распылить по центру так сейчас смотрю и думаю хорошо сюда нужно немножко еще отрезать потому что немного не подлазит кстати вот кто был на эфире на прошлой неделе в четверг в instagram я уже использовала эту вырубку это кстати нож фэнтези и классно на ощутиму что вот ее можно целиком можно разделить и можно даже вот такие маленькие цветочки повырезать и будет прям очень красиво да давайте вот сюда сразу подклеиваем до веточка вообще крутая такая она и знаете и изящная и в то же время такая веселенькая за счет вот этих вот строчек по цветам клей кстати бутылочка вот это такие мелкие всякие элементы так и конечно куда-то бы сюда ну да в принципе получается и и клею под один и тот же слой скраб бумаги так и подклеиваю тоже за за кончик не клею как обычно по всю всю не наношу клей на всю вырубку так скраб мани такой за только я вот тоже не могу найти девочки алина может кто-то знает потому что тоже искала золотой кардсток он вроде бы он есть вроде бы его привозили найти его не могу не будет декора нет не будет люд отваливаться декор летом от тепла потому что гораздо больше ему нужна температура чтобы расплавиться у меня он очень много работ склеены на горячий клей и вы увидели допустим да и не знаю что нужно чтобы разогреть подуть горячим пистолетом то есть нужна температура гораздо выше 100 градусов а все-таки даже если работа стоит на солнце то там такой температуры нет поэтому да горячий клей надежный до ножки красиво ага есть но еще не завели на сайт вот поняли девочки да в скраб мани в наличии картон есть но вот нужно чтобы и вон завели на сайт так привет да потому что я знаю что он на меня вы насмотрелись очень хочется дай вообще золотой картон это классно и хорошо бы его было завести на сайт и тогда мы до все могли бы купить так я вот хочу знаете что хочу сейчас приклеить все основные элементы а дальше уже от них начать плясать и поэтому так вот здесь мне наверное нужно сейчас я сюда маленькую картоночку приклею чтобы надпись тоже немножко приподнять такую небольшой такой кусочек так сейчас глянем как это будет выглядеть у меня здесь угол висит получается воздухе но я же хочу еще еще туда чего-нибудь подобавлять уже смогу тогда потом подклеить под низ картон очки если мы уже когда в конце до чтобы этот угол зафиксировать так и вот так немножко выше подклеиваем туда да хорошо привет всем кто подходит к нам так и клею вот так еще конечно да уже не раз говорила что почему люблю клей горячий потому что он схватывается моментально ну как бы не всегда это нужно иногда нужно да такие чтобы была возможность подвигать но в тоже время если нужно что-то отодрать можно будет это драть люблю его и стараюсь часто ним пользоваться раньше как-то я знаете тоже я как-то к нему относилась скептически сначала я не начала пользоваться потом перестала а теперь опять в общем вспомнила что какой прекрасный клей уже наверно где-то год я клею на него очень многое так сейчас мне нужно клеевую палочку найти потому что у меня уже закончилось вот я беру такие большие ну в основном разрезают пополам чтобы удобно было пользоваться так вот основные наши элементы приклеены и теперь начинаем добавлять всякие классные мелочушки так вот такой у меня есть чебордовые чебордовая такая пуговка конечно рамочки все такие красивые но уже никуда они не идут так еще что у нас тут мышка такая чебордовая есть начинаем мне кажется еще роль играет сам сами клеевые стержни а я не знаю я всегда как-то в разных местах беру и хотя знаете вот человек один говорил который в общем он совсем к творчеству не имеет отношения он какой-то боже мой кто он там электроникой занимается и он говорил все таки что клеевые стержни лучше качественнее и прочнее да в итоге получается работа все что не мисклей на когда они не прозрачные а мутные такие матовые ну как-то в основном продаются прозрачные так значит что у нас здесь есть из вырезалок из вырезалок у нас есть такие прекрасные листики вот это вот моё моя любовь и дуванчики ой сейчас их так много так не знаю какую-то мышку может куда-то как как она девочка же меня это попросила сделать работу для дочки для и и прислала фотографию я увидела и сразу сказала что говорю а если ну придумала сразу из какой коллекции это будет и говорю а если мышки будут в работе ну знаете как есть люди которые боятся мыши и даже их изображение боятся говорю ничего если будут мышки ананасе даже если будут летучие я не против поэтому поэтому вот так мышки здесь можно кажется остальное время они сами мутнеют матовые мне вообще не понравились стержни не попались быстро остывает и отваливается лена остывать может быстро из-за того что не мощный пистолет вот этот пистолет который у меня он у меня не мощный слабенький я купила до этого у меня был для таких для больших стержней и и он был мощнее и можно было и большую поверхность приклеить просто если пистолет слабенький то он не разогревает клей настолько хорошо чтобы все хорошо склеить матовые не понравились тоже да знаете кому как плюс стержни то тоже бывают матовые плохие и хорошие так же как и прозрачные значит вот такие у меня еще и деревянные солнышки я думаю в качестве акцентов они куда-нибудь сюда тоже пойдут так сейчас найдем еще всякие вырезалки у меня тут кстати вырезалки и из скраб-карты и из скраб-бумаги получается вот этой скраб-карты вот этой скраб-бумаги и скраб-карты такие более светлые цвета и как знаете она такая более глянцевая так всякие разные у меня тут и есть веточки листики такие манюсенькие еще такая у нас тут есть божья коровка так так это я такая бояка только коллекцию это прикупила все-таки совсем крошечные листочки веточки с листиком мне кажется они тоже нам пойдут так и вот такие вот вырезалки так еще давайте приступать значит а чего-то еще я еще взяла в общем те ту вырубку ну вы же знаете я проспала дать взял эту вырубку которую приготовила для миника который мы делаем но в инстаграм и в общем тоже по всей видимости буду использовать ее потому что она тоже подходит так продолжаем работать еще вот такая веточка не знаю наверное не пойдет хочу я здесь обязательно использовать крафт потому что чтобы все не сливалось немножко разграничивать какие-то слои какими-то крафтовыми элементами так ну все сейчас посмотрю может сразу какой-то цветочек приклею тоже чтобы сразу при добавить что-то такое крупное да и посмотрим значит цветочки у меня есть вот такой желтеньким таким немножко оттенком и есть вот такой белоснежный мне кажется белоснежный как-то грубовато смотрится а вот этот желтенький прям хорош так наверно вот сюда как раз вот эта дырочка не очень красивая приклеится клей так наношу хорошо и вот так и слова получается не закроем и приклеится и и закроем дырочку так бы в нее нужно было бы какой-то лювер вставлять мне этого честно говоря делать не хочется где тут у меня вырезанная такую большую композиция такая с цветочков и вот наверное хочу и куда-то сюда приклеить и возьму только слой картончик а и на него приклеим желтенькая сердцевинка да да желтенькая сердцевинка прям хорошо он такой а то белый да слишком какой-то какой-то бледный и грубый чем не то пальто мы с вами сошлись во мнение да что все таки желтеньким получше так совсем такую тоненькую полосочку картона приклеиваем чтобы приподнять и цветочки эти вырезанные аккуратненько лишний клей если есть убираю у нас сегодня прям лето наступило с самого утра потому что 8 утра уже было 20 27 или 28 градусов то есть уже все готовимся мы полностью уже уже можно убирать обувь зимнюю потому что вы я до этого хотела убрать но потом стало у нас опять холодно так и сюда добавляют цветочки то есть лучше закрывать дырочки в нет не лучше закрывать если просто ну это просто мне вот так захотелось лучше что мне не хотелось добавлять никаких люверсов а когда они мне кажется здесь грубовато были бы хотя можно и люверсы обыграть уже в случае если они есть и если от них никуда не деться но просто мне не хочется добавлять сюда никаких этих самых железяк лучше нет можно наоборот бы вставить люверс и пропустить шнурочек это тоже было бы очень красиво так и теперь ведь я тоже разрезала эту композицию из цветочков и допустим вот сюда добавить теперь можно подгибаю так специально лепесточки чтобы создать побольше объема мне кажется уже неплохо ну конечно детали не хватает и какие-нибудь теперь можно добавить такие веточки сейчас я пока подклеивать не буду пока просто приложу и посмотрю чтобы у нас цветочек не был таким одиноким и печальным ему нужно добавить немножко всяких веточек и так давайте-ка сейчас еще посмотрю тут у меня еще есть искра бумаги из этой же наверное смотрите как хорошо вот эта веточка подойдет так где мы и ножницы очень люблю эту коллекцию уже не знаю сколько работы из нее сделала и на все не заканчивается и я этому очень-очень рада если допустим вырезал как какие-то очень мелкие веточки да вот как здесь у меня прям же совсем они малыши то можно вырезать и из листовый самой скраб бумаги мне кажется она солнечная летняя добрая вообще классная коллекция уже пою я и оды не первый раз и быстренько вырезаю вырезаю как обычно с небольшим отступом чтобы оставить контур небольшой чтобы более аккуратно смотрелось вырезалка есть конечно такие коллекции но не у скраб мании где знаете фон такой весь прям темный и на нем вот какие-то цветы или там какой-то там букетик или там листочки какие-нибудь что ну которая хочется вырезать приходится вырезать под корень потому что там допустим узор на узор находит я конечно этого не очень люблю но бывает просто некуда деваться так так ой так ну ка ну ка подлезла вырезала да да ода одуванчиком это точно кто вот девочки говорил на прошлой неделе у кого-то штраф за одуванчики да штрафы ввели это вообще не ну конечно одуванчики распроста я вот даже не знала что оказывается если сорвать одуванчик желтый и просто его так бросить ну допустим да оставить на земле то он все равно вызреется зреет дойдет до вот этого состояния когда уже появляются семена и разлетится и посеется сам поэтому одуванчики это такая штука очень серьезная так хочется мне все-таки добавить сюда какую-то крафтовую веточку я вот не знаю такую или бум-бум-бум или какую-то длинненькую что-то длинненьких а вот такая у меня еще есть веточка это тоже фэнтези нож или вот такую да наверное вот это все-таки она такая по изящнее и подлиннее так что если нужно избавиться от одуванчиков то нужно даже прям утилизировать и уничтожать даже желтенькие потому что они я это узнала в прошлом году и потом думаю да ладно такого быть не может и в общем я проверила да действительно они вызревают вроде бы да ты сорвал растение еще цветочка он все равно вызревают и дает потом свои плоды то есть семена у нас весь огород в одуванчик а у меня тоже часть огорода там они прям они там прям блаженствуют но уже я немножко там потравила яду налила так что буду надеяться они там помрут потому что я хочу немножко у себя в огороде сделать перестановку и нужно мне чтобы там прям чисто чисто было так хочется мне сюда какую-то маленькую золотиночку тоже я купила такой ножичек а вот это да это вечно зелюшка по моему кстати называется нож так что девочки знаете если кому-то он тоже приглянулся это вечно зелюшка так еще у меня есть вот такие вот штуки ну она нам не пойдет мне нужно какой-то маленький растительный нож так это мимикат сейчас посмотрим может нам вот это тут вот это маленькая такая золотая штучка и как раз сюда подойдет да мне кажется подойдет видите здесь у меня получается листики веточки разных форм как раз за счет этого становится так более интересно тоже немножко подгибаю чтобы поживее смотрелось а уже отменили на тоже да это у вас понятно так вот возможно еще сюда сюда чего-нибудь сейчас добавлю со временем так нам нужно еще вот эти вот прекрасные грибочки как они мне нравятся еще грибочек и на нем еще даже сидит божья коровка или солнышко как они правильно называются ну вот наверное куда-нибудь сюда этот грибочек давайте-ка сейчас посмотрим у меня их тут есть несколько все такой есть вот такой с травкой этот травкой повыше наверное его я возьму сейчас вот этот клей чтобы более точечно нанести чтобы на фотографии не осталось никаких следов клея так что-то повыше ну да да хочется чего-то повыше так наверно грибочек у нас где-то еще поселится но пока отложим так еще тут же всякие мне все-таки тоненькие маленькие веточки хочется мне немножко еще вот так продлить эту композицию чтобы а то у нас получаются такие полосы мало того что полоса бумаги еще и она сама по себе полосатая чтобы отвлечь от этой полосатости она мне нравится но немножко и от нее отвлечь хочется еще добавить каких-то горизонтальных элементов так наверное приклею вот эту травинку сюда вот видите как хорошо раз надо мне что-то подсунуть и у меня есть такая возможность о хорошо кстати вот сейчас посмотрим если вот даже так смотрите мне кажется будет хорошо приклеить сюда эту божью коровку или солнышко нас можно в тюрьму за них сажать на даче плен много их у меня тоже можно так еще вот такой цветочек на пока красных цветочков хватит мне сюда хочется какую-то маленькую мышку есть у меня же такая чеборлинг она наверное куда-то сюда пойдет может быть сюда ну пока ладно пока не надо может какая-то вырезанная у меня есть маленькая мышка так я же ее брала вроде бы руки такая совсем небольшая тут эти мыши они просто слишком крупные а вот наверное это она кота бледная да по моему она кота бледнолицая вот такая загорелая это бледнолицая ну загорелые для нас слишком крупные нам нужно что-то помельче какой-то персонажик пока еще мне есть вот такие фишки сейчас посмотрим может да наверное вот мышка фишка пойдет сюда о да смотрите как хорошо так я наверное сейчас приклею сюда кусочек картона посмотрим уголочки уголочки срежу и приклею туда фишку спасибо большое добрый день девочки добрый день всем кто подошел и спасибо большое за приятные слова так и до сюда приклею чтобы так чтобы побольше сцепление с поверхностью было наша мышка такая будет не прям сильно на переднем плане но она там будет так уберу эти нитки клеевые вот так хорошо получается у нас здесь видите эти бордик он толстенький да допустим вырезалки мы тонкие ну в общем разные фактуры разные цвета потому что фишка глянцевая там чайборд матовые тоже вот вот это вот то что я люблю разные фактуры и разные материалы это прям прекрасно так хочется какой-то еще куда-то вот же еще эти прекрасные одуванчики куда-то их тоже надо нужно быть не знаю куда-то сюда мне кажется здесь неплохо от вот сюда что-то просится так тут я думаю может можно уже подклеить картон нет наверно пока не буду потому что может захочется чего-то еще добавить так здесь же у нас еще есть салфеточка потому что вот этот квадрат обрезан и его нужно как-то немножко закруглить закруглять его буду какими-то что-то сюда в общем подкладывать давайте-ка глянем что у нас тут еще за вырезалки есть как-то что-то может быть сюда добавить может что-то так поехал трактор прошу прощения так хочется какой-то какой-то кругляшочек сюда если чем борт этот нет как-то его жалко резать он слишком красиво чтобы его резать так ну-ка вот здесь у меня есть еще такое колечко если смотрите колечко сюда раз колечко сюда нет другого диаметра сейчас привел к приложим посмотрим колечко сюда два колечко сюда три так смотрите сейчас потом в эти колечки чего-нибудь как-нибудь их нам разнообразить допустим вот так подобавлять каких-то мелочушек так еще же у меня есть такие плоские цветочки не очень и не очень плоские цветочки так если допустим сюда какой-нибудь цветочек нужен какой-то этот бледный сейчас я гляну может поярче так а ну-ка отходи дай очередь другому сюда может какой-то ну-ка мне кажется что-то из этого вырисовывается еще вот такие плоские наверное тайские да это гортензии еще зелененькая есть нет зелененькая плохо по моему желтый был лучше всего сейчас да желтый был лучше всего но он какой-то а вот еще есть такой бледненький желтый ну давай отходи и как-нибудь вот так как-нибудь вот так вот так хорошо значит так подклеиваю сюда одуванчики спасибо кать спасибо так зависла все норм все норм да ну кстати да у кого зависла нужно наверное перезагрузиться то я уже увидела зависла потом увидела фух все норм хорошо там то в инстаграме на эфире у меня так тоже интернет чудил но видите значит это не у меня интернет чудит и фух ура и как прекрасно это так колечко подклеила только вот за ту часть которая будет внутри так немножко попритаптывать его перезашла все хорошо они да так а еще мне есть вот такие мелкие они как-то называются sweet sweet heart по моему да sweet heart прям так сказала а вот эти кстати цветы у меня примас тоже уже вам говорила в инстаграме что я в последнее время что-то разошлась с цветами прям хочется мне их в работе добавлять и вот так как добавился этот яркий такой желтый цвет то обязательно теперь его нужно чем-нибудь поддержать и обязательно куда-то еще его нужно добавить так пусть лежит не забывать о нем так это это колечко тогда тоже тоже сюда подклеиваю тоже так нанесу клей на всю не на всю поверхность в общем на большую часть привет Наташ спасибо большое спасибо так и подклеиваю так и подклеиваю так главное донести до места приклеивания и по пути не зацепить фон туда прям подлезть подлезть так мне нужно струсить как обычно отклеить какие-то катышки черные сейчас я вот так переверну вот вытрусила все хорошо так не забыть что это здесь должно быть так и сюда этот цветочек наверное вот так приклеить и я его наверно тоже посажу на маленький картончик чтобы он такой более объемный был совсем такой вот еще чуть-чуть даже можно отрезать чтобы его было вообще вообще не видно так привет 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 тем кто подходит кстати фотографию немножко обработала и добавила не знаю видно вам или нет такие тут как пузырьки что-то мне захотелось ее сделать более такой художественной потому что тут же и в этой коллекции вот такие вот как бы пузыречки такие есть их надо кстати будет не забыть и тоже обязательно добавить так и вот так цветочек получается как бы колечко это есть но немножко чтобы его не было вот так так грубовато смотрится да все таки когда это кольцо а когда уже добавляешь цветочек уже как бы оно там и есть но немножко вот эту прямую ровную форму немножко скрыли оп и все так и это колечко к нему тоже нужно чего-то добавить тоже какое-нибудь что-нибудь такое маленькое какую-то вырезалочку или какую-то вот такую композицию цветочков если не секрет где бы найти такой тоненький носик тоненький носик в скрапании если есть остались еще такие бутылочки я не знаю не разобрали ли все а клей там у меня фэнтези налит конечно не секрет девочки не секрет поэтому не стесняйтесь задавайте любой вопрос и я вам на него отвечу да наверное вот эту композицию из меленьких цветочков я добавлю сюда тоже так и тоже подклеиваю кстати у меня клей фэнтези уже скоро закончится я прям не знаю у нас то он не продается поэтому буду туда наливать что-то другого приклеили и теперь сюда куда-нибудь цветочки эти прям прям вот так поднись тоже чтобы их прям не было так явно видно и кольцо это спрятать и цветочки чтобы так вот выглядывали эти цветочки я уже не подклеиваю на картон просто так немножко краешек приподнимаю так и получается что у нас здесь мало какого-то вот такого зеленого катя хорошо нужно сюда чего-то еще зелененького нам добавить так смотрим и желтого же тоже нужно куда-то добавить нитки клеевые нитки клеевые хочется как-нибудь вот так его тоже вот как-нибудь его так не вот так да а немножко со мной и вот в принципе как здесь чтобы он как бы такой выглядывал раз из-под слоев обязательно если появляется какой-то цвет яркий его нужно обязательно поддерживать а бывает знаете тоже говорила уже это когда-то ну повторюсь ничего страшного что если вот что-то добавляете на работу потом раз приклеили какой-то элемент он вообще не того цвета и он не подходит не нужно этого бояться нужно просто взять добавить еще парочку элементов такого же цвета и все будет хорошо так хочется так хочется мне еще немножко обыграть этот цветок тоже заговорила что вот такие цветы за что их люблю объемный ой за то что можно к ним между лепесточками поподклеивать всяких слоев ну еще чем-нибудь каких-то элементиков добавить и вот можно каких-то а то получается у нас цветок и он как бы здесь обрубили его да тут уже пошла красивая большая композиция здесь он его обрубили поэтому чего-то мне хочется добавить я наверное вот из этого же листика вырежу вот такую веточку смотрите и мне кажется будет как раз то что нужно как раз она будет то есть такая же веточка просто чуть меньшего размера и у нас так побольше было гармонии в композиции вале спасибо большое спасибо большое да насчет бутылочки посмотрите в магазине у скрапмании там я знаю точно не были ну как сейчас этим делом обстоит не знаю так и куда-нибудь сюда или вот да вот сюда наверное все таки придется подклеить под низ чтобы так если просто наверх то некрасиво и закроется и закроется получается часть слова все таки не хочется поэтому клей наношу я на лицевую часть листочка этой веточки так куда пинцет уже дело и подкладываю вот сюда прям прям вот так под низ вот так и приклеили вот еще за что люблю горячий клей за что вот такой вот фокус можно быстренько проделать так и тогда сюда тоже нужно какая то золотенько так золотенько золотенько где то есть какую то или вот такую или какую то еще вот такую веточку тоже эти как то слишком сильно похожи и будет наверное не очень красиво может какой то такой маленький блик золотой нет так плохо так а мне что то наверное погорячилась оторвав может мне что то наоборот такое подлиннее нужно так приклеивайся не приклеивайся вот наверное я вот так сделаю сейчас под низ приклею спасибо Люда под самый самый низ вот так прям аж туда и чтобы прям у нас не была такая композиция да прям вот такая у нее слишком четкая направленность немножко нужно чем-то это разбавить чем-то разбавить а чем сейчас как раз и придумать надо чем-то нужно вот так вот разбавить то есть так у нас получается сейчас как бы элементы все прям в одну сторону смотрят а нам нужно еще как что-то третье добавить чтобы оно немножко по-другому было лежало росло нет это плохо а может быть вот этот нет 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 это как-то слишком грубо это слишком зелено так наверное все таки вот этот вот эта веточка с ягодами лучше всего сюда вот так подошла да ее я немножко вот так загну чтобы она повторяла форму немножко лепестка так и приклеила так и приклеила и вот так приклеила и даю и направление немножко сбиваю вот эту четкую диагональ вот так так вроде бы ничего так хочется мне немножко вот это вот этот листик золотой его мне хочется тоже как-то прикрыть это он прям слишком сильно выделяется так сейчас попробую чем-нибудь зелененьким его прикрыть боже мой я уже так долго оказывается с вами вот так так будет хорошо мне такое как обычно так уже почти час прошел как эфир идет а у меня такое чувство что на минут десять-пятнадцать я еще думаю ох ты как я быстро работу складываю оказывается нет оказывается все в порядке как обычно хотя хомяка под замок на лето посадить ну да а хомяк по моему это настолько свободолюбивое животное что не получится его посадить ни на какой замок и на голодный паек так сейчас вытушу что-то если тут есть так и продолжим так в принципе уже мне кажется с композицией все в порядке единственное вот хочется всякой какой-то мелочи еще добавить так хочется наверное сюда посадить солнышко да ну как-то смотрите красный цвет появляется как-то сразу раз композиции становится более интересной тоже на я добавлю капельку клея и обязательно нужно будет я добавлю капельки росы такими жидкими дропсами от фабрики декору чтобы тоже так было более объемно более интересно если не знаете что это покажу я не знаю у кого-то из российских производителей есть ли такие аналоги вот как вот этих вот жидких капелек есть американские не американские ну вот да вот вот называется вот такие есть еще жидкие капельки которые на прошлой неделе в эфире использовала и от фабрики декору так значит мне что-то нужно вот сюда добавить и вот этих желтых дуванчиков мне тоже куда-то хочется добавить еще цветочков тоже вот немножко так композицию продлить такие меленькие цветочки как раз хорошо подойдут денег нет но откуда-то но он их откуда-то постоянно достает давай ой как знакомо насчет денег нет это я тоже такая это знаете я уже наверно говорила это что мы как алкоголики вот они вроде бы у них же денег нет но на спиртное они почему-то их всегда достают так у нас тут кто-то из соседей решил косить траву поэтому придется закрыть окно и вот они находят постоянно денег на спиртное вот так и мы по моему на скраб всегда найдем деньги так и может еще какой-то сюда желтенький цветочек плохие люди но подождали бы еще полчасика пока мы эфир закончим уже косили бы свою траву у нас дожди прошли и трава прям прям почти по пояс стоит везде теперь люди активно ее косят так где же моя кисточка все мне хочется этот мусор смахнуть у меня для этих целей вот такая вот он меня отвлекает этот вроде мелочи какие-то темненькие но они очень сильно отвлекают надо не надо один ответ надо брать да у меня уже скром зависимость до девочки это у меня тоже скром зависимость так одуванчики приклеила теперь вот эту мелочушку приклею получается мы просто во все стороны немножко так вот продолжаем композицию и добавляем таких мелочушек так я же хотела еще вот эти капельки приклеить они тут разных цветов сейчас по нахожу все что у меня есть вырезано еще такие манипусенькие и солнышки нужно сейчас тоже куда-нибудь добавить так вот эти капельки тоже кстати потом покрыть глость и будет вообще классно так и такая еще какая-нибудь маленькая веточка тоже куда-то пойдет еще вот сердечко еще сердечко он так интернет не тянет каждые пять минут обрывает эфир вот плохо так я вот смотрю наверное сердечки вот эти пойдут хорошо сюда если бы вот это второе было совсем мелкая было бы идеально а вот есть у меня такое совсем мелкая они как раз смотрят в разные стороны вот у меня есть получается это тоже видите разница это вырезанная скраб карты а это искра бумаги и они немножко отличаются по оттенку все клею клею это сердечко так немножко наклоню там вырезалках есть такая мышка она посылает воздушный поцелуй вот сейчас покажу вот какая смотрите я отдельно вырезала мышку отдельно вырезала вот эти сердечки так вот классно получается вообще какая коллекция ну какая же она классная появляется что-то новая оказывается что она нет да 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 в том-то и дело вроде бы да все и оказывается что вот без этого материала работы были ну не такие так тут я поставила капельку клея и сильно не прижимают чтобы эта капелька дала дополнительный объем так теперь смотрим куда мы вот эти капельки росы можем добавить так сердечки мы уже не нужны а то сердечками будет перебор так и хочется мне куда-то вот эту желтенькую отвлекают лишние элементы вот эту желтенькую и где-то еще была же вроде зеленая сегодня мы с вами работу прям закончим как никогда то обычно я не успеваю закончить работу полностью чтобы вот сюда это солнышко посадить сегодня мы прям сами закончим полностью единственное конечно там на глаз я не буду сажать какие-то элементы да мышата вообще классные мышата вообще прекрасные так и сюда эту капельку вот так хочется мне зеленую я вроде бы ее видела или мне так кажется вот кстати каких капельках я говорю вот они получаются видите разных цветов и разных размеров вот зелененькая мне как раз не хватает и я наверное ее сейчас быстренько вырежу в этой коллекции конечно есть чтобы вырезать очень много это очень хорошо потому что когда есть много мелких деталей но это на мой взгляд когда есть много мелких деталей работа выглядит более интересной так и вот сюда мне кажется как раз хорошо пойдет это зеленая штучка за корючка вот так смотрим что у нас с композицией может быть куда-то какую-то еще веточку добавить куда-то сюда или уже или уже все или уже никуда ничего больше не нужно добавлять может можно да вот так вот немножко здесь под низом добавить такую веточку и чтобы приклеить за хвостик ее за сам чтобы листики смотрели вверх как бы подержать вот эту композицию нашу и к цветочку в компанию добавить веточку вот так ну-ка сейчас еще гляну вот тут не нужно ли чего-то нет тут уже ничего не нужно так вот такая у нас получается малышка еще можно чего-нибудь чего-нибудь как-то продлить здесь композицию чем каких-то совсем мелких мелких мелочей так допустим сюда какой-то цветочек вверх вверх сейчас можно какую-то знаете что какую-то поеточку добавить бумажную да если только наброск на что-то совсем мелко но вот еще хочу попробовать таки мне еще есть поеточки хочу еще попробовать вот что-то с этой частью композиции сделать вот до чтобы от у нас получается эта полоса она как-то у нас не не задействована никак так нужно еще немножко ей добавить декора чтобы она не была такой одинокой так не знаю вот этот цветочек просто он слишком похож с этим цветочком так что у нас еще можно придумать может какую-то вот эту тоже зеленую капельку вырезать у нас тоже таки сыграет роль такой поеточки так все вырезали и вот так да ее то нам и не хватало так все убираю лишние какие-то бум 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 вот кисточка все убираем я еще немножко конечно по рельефу по вот этому пройдусь воском приморским потому что я тут решила вчера когда делала эту фактуру решила немножко другой материал использовать а он мне растворил золотой воск и поэтому вернее сверху был у меня воск а под низом такой паста для состаривания а у них оказывается в качестве растворителя выступает один и тот же одно и то же вещество и поэтому золото это растворилось и стала таким перестала быть золотом стал каким таким грязноватым цветом поэтому я золотым воском еще сверху пройдусь так посмотрим вроде бы все готово теперь можно добавить брызги каким цветом добавлять буду на будет настя брызги наверное коричневым или золотым сейчас я хочу глянуть есть у него такой золотой он наверное будет желтоват может сердечко или божью коровку посмотрим давайте сейчас нужно побрызгать я подвисла на несколько секунд так сейчас нужно побрызгать нужно какой-то найти золотой цвет золотой правильный цвет это обычная проблема этот какой-то видите слишком горячий есть у меня вот такой у меня есть этот какой-то слишком бледный а этот слишком желтый ну как обычно так вот наверное коричневый точно нужен да коричневый нужен в таких небольших количествах так сейчас про сердечко коровку уже все понятно так этот темно-коричневый он вернее этот коричневый цвет он сейчас такой как молочный шоколад а после высыхания он будет прям темным так мне нужна тоненькая кисточка и мне нужна водичка тоненькая кисточка ты где куда-то ты ушла обещала вернуться так вот такую возьму кисточку и возьму водичку уже показывала это у меня сыворотка была и я она закончилась и я оставила эту бутылочку с пипеткой и вот использую для таких целей тут как раз можно дозированно добавить небольшое количество водички так сейчас мы нашей солнечной кошечки покроем лицо чтобы не забрызгать периферию фотографии я могу попасть на нее ну краска это будет даже хорошо как бы объединится вся композиция так вот кисточка на лицо конечно лучше чтобы не попадала краска бронзовую бронзовую мне кажется будет темноват слишком он такой серьезный цвет для этой легкомысленной работы так на цветочек добавить брызги чтобы он такой слишком чистый не был и видите да добавляю брызги вот повторяю очертания композиции и конечно на саму композицию чтобы тоже все элементы объединить вместе так вот так мне кажется сразу работа стала такой более глубокой ну как бы сама композиция стала более глубокой с добавлением брызг и наверное все таки сейчас немножко я хочу добавить золотишко нет какой то это слишком желто это кстати этот тоже после высыхания он будет такой не такой бежевый золотой как вот он сейчас выглядит так сейчас мою краску кисточку и добавлю золотой краски наряд не закрылся ничего страшно господи по периферии фотографии нормально если краска попадет тем более я же видите так деликатно совсем чуть-чуть главное чтобы на лицо не попала бледненькая ну конечно да высохнет будет она чуть-чуть пожелтее так может смешать золото и коричневый не хочу не хочу так добавляем водички размешиваем красочка немножко моя золотая загустела нужно добавить в нее воды несмотря ну я вот ее просто часто открываю поэтому она конечно поэтому она и под загустела так и так аккуратненько и более тяжелая на капельки ставлю вот так они как раз после высыхания будут но сейчас не так видно они будут так вот хорошо бликовать и тоже на цветочек обязательно раскапнуть так хорошо с брызгами получается да с брызгами как по мне так с брызгами все лучше так и что я добавлю уже сейчас не буду добавлять или ну давайте быстренько в принципе это быстро этикетки правда уже нету это вот эти вот прозрачные капельки которые у нас имитируют росу немножко выдавливаю смотрю чтобы капли получались аккуратными сейчас парочку поставлю просто для примера и они как высохнут будут такие абсолютно прозрачные и люблю очень использовать эти капельки куда-нибудь на листики на цветочки можно покрупнее можно помельче и конечно ни в коем случае когда такие добавляются капли ни в коем случае работу мы не поворачиваем она должна находиться в горизонтальном положении до полного высыхания чтобы если сейчас мы капли ну когда поднимем работу вертикально то капли сползут вниз поэтому можно прям такие большие поставить поэтому аккуратно сушить их феном тоже нельзя а то они помутнеют иску кожица поэтому аккуратненько добавляем и получаем красоту так и куда-нибудь сюда ну и потом уже после полного высыхания какие-то элементы покрою глостью чтобы они тоже были глянцевыми сердечки вот эти росинки и вот такая у нас с вами сегодня получилась работа а если сползут то будет как дождь ну я бы сказала не дождь а кое-что другое но мы не будем уточнять что да скрапмани их нет ну я не знаю смотрите еще может когда вот будет закупка в скрапмани вот этого вот бренда ну во потому что сейчас скрапмани есть от них эти самые скажите пожалуйста есть от них пудр для эмбосинга и вот если будет то напишите девочкам чтобы сделали закупку вот таких вот капелек они там есть и как жемчужины ну как жидкий жемчуг вот эти вот они такие полупрозрачные они не полностью прозрачные но тоже очень красивые есть матовые капли ну в общем смотрите если вам вам такое интересно то просто напишите скрапмани когда будет закупка я думаю они их сделают Кать я не знаю где ну я в Украине живу поэтому фабрика декора у меня доступна я могу прям у них покупать как у вас там я не знаю так все девочки у меня работа готова это получается моя какая по счету работа из этой коллекции у меня уже было панно облачко был мини альбомчик и теперь вот такая вот рамочка ну и капельки же эти они будут полностью абсолютно прозрачные так вот такая работа такая прекрасная коллекция не знаю мне кажется из этой коллекции плохой работа получится просто не может вот честно вам говорю ну потому что она классная и вот это желтенькое платье поддержана такими желтыми акцентами цветочками акцентами может я еще конечно вот сейчас смотрю сейчас когда все высохнет может я вот таких капель добавлю желтых ярко-желтых куда-нибудь тоже чтобы еще немножко больше желтого было в этой работе да вблизи спасибо большое вот мне кажется как раз это божья коровка или солнышко боже как она называется мне кажется оно как раз сюда прям идеально подошло и как раз они у нас есть здесь и в вырезалках вот такая вот я думаю маме девочки понравится вот спасибо большое да и кстати насчет капель фабрики декора будь чтобы вы просто знали потом не не было для вас удивлением внутрь альбома их лучше не добавлять только снаружи куда-то либо если это будет внутри альбома то чтобы эти элементы не соприкасались или куда-то на открытку или куда-то на обложку или вот куда-то там на скраб страничку на панно но внутрь альбома лучше не надо потому что можете испортить работу да маленьких капелек желтеньких обязательно добавлю так без этикетки у вас были стеклянные дропсы капельки которые да вот это вот они сейчас покажу на каких-то на примере каких-то других какая у них этикетка ага не покажу у меня там ну вот типа такого типа такого вот такая типа этикетка была так оксана почему не знаю если про капли то сказала так все девочки будем с вами заканчивать я даже прям все равно быстренько все сделала что нельзя внутри использовать да люту нужно очень аккуратно и прям продумывать если хочется их внутрь добавить то продумывать так чтобы они не соприкасались ни друг с другом ни чтобы не прикасали не соприкасались какие-то бумажные элементы потому что приклеится так все девочки хорошего всем дня хорошей недели надеюсь зарядила вам позитивом хотя бы на ближайшие несколько часов вдохновением так что хорошей вам всем погоды такой как вы хотите кому-то может хочется дождя чтобы отдохнуть и в огороде не работать такое тоже понимаю потому что сама была рада дождю несколько дней так и хорошей погоды хорошего вам настроения вдохновения и здоровья и всего хорошего спасибо большое всего всем хорошего до скорых встреч встретимся в четверг в инстаграм будем продолжать делать детский альбомчик уже из другой коллекции коллекции лесное чудо все всем давайте пока пока хорошего дня пока пока пока